В этом выпуске Тугры речь пойдет о хане, ставшем инициатором Большой войны, которая, к сожалению, привела к оккупации Крымского ханства. Селим Герай III был избран на ханский трон в октябре 1764 года. Современники говорили о нем, что он был достойным преемником своего родного дяди Крым-Герай-хана. Собственно, новый правитель с первых дней повел политику своего любимого и популярного в народе предшественника. И первым делом он выдворил из ханства первого и последнего российского консула Никифорова. С легкой руки нового хана Селима Герая России на протяжении 10 лет было запрещено иметь какие-либо дипломатические отношения с крымским ханством. Такого поворота событий в Петербурге не ожидали. Там надеялись, что новый правитель будет более демократичен, но Селим занял еще более жесткую позицию по отношению к северному соседу. В июле 1765 года хан с Большой Свитой отправляется в Стамбул. Он присоединяется к негласной коалиции европейских держав, обеспокоенных внедрением России в дела Речи Посполитой. Селим Герай не признает российского ставленника Понятовского на польском престоле и активно поддерживает польских конфедератов. Крымский хан открыто выступает главным союзником Австрии, Франции и польской шляхты. Они надеются, что хан в приватном общении убедит султана разорвать дипломатические отношения с Россией и официально поддержать польских конфедератов. У Селима Герая III были дружеские и доверительные отношения с османским султаном Мустафой III. И крымскому хану не составило труда убедить султана пересмотреть свои отношения к политике России в Восточной Европе. Историки отмечают, что Селим Герай отличался мужеством и отвагой. Он не только был хорошим политиком с проевропейскими взглядами, но и за несколько лет своего первого правления способствовал экономическому подъему своей страны. Он покровительствовал ремесленникам и поддерживал введение технических новшеств того времени. На свои средства возводил мосты и фонтаны. В 1767 году Селим Герай по неясным обстоятельствам покинул ханский трон и удалился в родовые владения. Однако уже в конце декабря 1770 года он снова был избран ханом и сразу же вовлечен в военные действия Османской империи и Крыма против России. Селим Герай находился на основном театре военных действий в Молдавии, когда узнал, что в Крым вторглись русские. Селим Герай хан вместе с военачальником Ибраим Пашой были вынуждены спешно перебросить небольшую часть войск в Крым. Но, к сожалению, опоздал. Ему в тыл ударило войско под командованием Прозоровского. Атака крымских татар захлебнулась в превосходящих по численности силах противника, и хан вынужден был отступить к местечку Тузла. К сожалению, Селим Герай не смог взять реванш. Впереди замаячили переговоры о мире. Ханский трон он передал своему родственнику Месуду Гераю и удалился в родовые имения в Румелию. Умер он в возрасте 73 лет в 1786 году и был похоронен у мечети Аяспаша в поселке Визе.